46 занятие, 46 занятие уже прямо это целый цикл, 46 раз мы встречались на тему свеча это заповедь, нер митсва это в книге сказано, тора это свет и путь жизни это исправление характера, путь к жизни исправления характера это фраза из притчи и мы как раз так получилось, что по ней идем. И изучая в начале книга Митсвот сокращенно Хафетскаима, я прочел удивительную историю, сегодня как раз я прочел удивительную историю про Хафетскаима и про силу этого человека, он родился кстати в местечке, которая имела очень неблагозвучное название Дятлов, это где-то была Литва, Белоруссия и из этого же местечка был другой великий очень человек в еврейском народе, Равьяков Кранц, Мадит из Дубна, он тоже родился в этом же местечке. А историю я сегодня читал про Хафетскаима такую, в Америке, где-то это было уже после войны 60-е годы, один раввин, это рассказывает раввин, который очевидец был этого события, молодой парень еврей разбился в автокатастрофе, его привозят в машину, в госпиталь, значит и врачи говорят ни одного шанса на выживание, ни одного шанса на выживание, начали искать его родственников, оказалось, что у него есть отец, который в доме престарелый и отец этот, он говорит, нашли отца его, привезли отца, что попрощался с сыном, отец приехал, посмотрел, говорит, да нет, он выживет, он будет жить. И ему говорят, нет, врачи сказали, что нет ни одного шанса, что он будет жить. Он говорит, я вам говорю, что он жить будет, потому что, когда я был еще в молодости, в Радине, он же в Радине, когда еще был Хафетскаим, и он говорит, на занятиях я ходил к нему на уроки. И он мне дал как-то благословение, говорит, что у тебя очень продлятся дни, что ты будешь долго жить. И второе, говорит, что при твоей жизни твои сыновья не умрут. И он говорит, если сейчас он умрет, то тогда не сбудется благословение. И мне, говорит, всего там еще, а ему было тогда 70 лет, он говорит, я еще достаточно, ну там 70 лет всего. Говорит, не может такого быть, я, говорит, благословение такого цадика, оно работает. И ушел. Этот раввин приехал на следующее утро, врачи говорят, чудо, значит, пошел на поправку. И через несколько недель этого парня выписали из больницы. Ну, это один из множества примеров, когда благословение великого праведника, оно срабатывает. Причем оно иногда срабатывает как в сторону плюс, так в сторону минус. Бывает, что прямо это в Талмуде в море написано, что когда цадик говорит, что там что-то будет плохо, то оно случается плохо. То есть, он как бы как сказал, так оно и поворачивается, реальность. Потому что он, почему он называется цадик? Цадик он называется, потому что написано в карте, вот, делай волю Бога свою, и Бог выполнит твою волю, как его. И он, цадик, он полностью предан Богу. Каждое свое действие он полностью сразмеряет только с волей Бога. И он с ним, с Богом входит резонанс. То есть, Бог как бы с ним, он на контакте. И когда он говорит что-то, то в этот момент, опа, и пошла реальность в этом направлении. И Хафет с Хаимом он был не просто цадик, он был вообще один из, за последние там столетия, он был самый, считается, великий человек в еврейском народе. Он был на уровне, говорят, что как Таноем, ну, то есть, мудрецы эпохи Мишны, такой он был уровень. И вот он составил, это одна из его последних книг, сокращенная книга заповедей. Он посчитал абсолютно справедливо, что даже те, кто соблюдают Тору, они не разделяют между заповедями из Торы и заповедями мудрецов, где обычаи. И из этого у них могут быть, у них могут быть очень много ошибок. Потому что, все равно, главный принцип приоритетности, он действует везде, во всех, хоть в бизнесе, хоть везде. Есть вещи приоритетные, есть вещи менее приоритетные. И когда человек делает менее приоритетную вещь, вместо приоритетной, то он, ну, он на самом деле теряет. Он на самом деле теряет, потому что в этот момент он мог бы делать что-то намного более большое и важное, он делает что-то мелкое и несущественное. Даже очень хорошо. Нет, речь идет о том, есть сейчас возможность выполнить заповедь истории, заповедь из мудрецов и обычаи. И человек цепляется за обычаи. Все надо выполнять, безусловно. Вопрос, если у меня есть 10 минут времени, на что я эти 10 минут уделю? Если я пропущу важное и сделаю менее важное, второстепенное, то я на самом деле потеряю, и потеряю очень много. Это вот то, что имеется в виду. Не то, что не надо соблюдать мудрецов, но когда у тебя есть 2-4 часа, и ты целыми днями пьет накручиваешь. Почему? Пьет это обычай, красивый, модный, такой вот именно красивый обычай. То есть, если ты целый день пьет завоеваешь, чтобы они стали еще красивее, а в это время не делаешь медсвод повелевающей заповеди истории, то ты на самом деле нарушаешь. Хотя ты говоришь, я же выполняю обычай, его красиво выполняют. Хорошо, вот мы изучили уже 5 заповедей. Первая повелевающая заповедь – это верить, что есть Бог. Вторая повелевающая заповедь – это верить, что Он один. Третья повелевающая заповедь – это любить Его. Четвертая повелевающая заповедь – бояться Его трепетать перед Ним. Пятая повелевающая заповедь – освящать имя Всевышнего прилюдно. И шестая заповедь сегодня – повелевающая заповедь истории – ходить по путям Всевышнего со всей силы. Что значит ходить по путям Всевышнего со всей силы? Объясняет Кавицхаем. Как сказано в книге Дворим, «Вэ Аллах табы драхав, и будешь ходить ты по Его путям». Прямо так Он приказал. Что это значит? Учили наши мудрецы, как эту митцву понять, как эту заповедь понять. Что как Адош Баруку, как Бог, Он называется милосердный, так и ты будь милосердный. Как Адош Баруку называется другая степень милосердия. Есть в иудаизме очень много названий для милосердия такого, милосердия такого, милосердия такого. Есть разные его типы. Есть милосердие, когда просят, милосердие, когда не просят. В общем, есть Ханун и есть Рахум. Так значит, и Ханун – это милосердный, и Рахманут – это милосердие. В общем, как Он называется Рахум, так и ты будь такой же милосердный. Как Адош Баруку называется Хасид, тот, кто делает больше, чем вообще положено, и дает больше, чем положено, так же ты будь тоже Хасид и делай по отношению к нему больше, чем положено. И так во всех качествах, которыми говорят про Всевышнего, должен человек быть на него похож и идти по его путям. И это должны делать и мужчины, и женщины в любое время. У меня всегда, когда я изучал эту заповедь, возникал вопрос. Но Бог еще называется Ашемцфаот, Бог воинств. Он называется еще Бог Эль Кана, ну то есть Кана – ревнитель, Бог ревнитель, да, который… Ну и есть еще объяснение там Нора, да, страшное, да, такое. Коэс, несколько раз написано в Торе, что он гневался, да. Значит, как быть с этими качествами, про это не написано, что мы должны быть на него похожими. Я не знаю почему, но написано, что нужно быть ему, уподобляться в его проявлениях только милосердия. Но объяснение тут очень простое. Ну, на самом деле, я сейчас понял почему. Потому что написано, что та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть мы включаем по отношению к себе тот же способ управления, который сами используем по отношению к другим людям. И есть об этом очень много межнает, примеров. Например, царь Давид, когда была эта история известная с Батшевой, и, значит, он попросил сам испытания. И Бог ему сказал, хорошо, я сейчас тебе сделаю испытание. То есть это очень такая вот ключевая знаковая история, как Бог управляет миром. Когда царь Давид спросил у Бога, почему называется Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, и не называется Бог Давида. Я же тоже, ну, в общем, немаленький человек, да? Но он это сказал не из Гавы, не из гордости. Он просто хотел понять. То есть почему он, царь Давид, его каждая секунда жизни была подчинена Богу, и он говорит, ну, а почему именно с ними ты соединил свое имя, а со мной нет? Бог ему ответил, потому что, говорит, их я испытывал, а тебя нет. Он говорит, ну, испытай меня тоже. И вот тогда с ним произошла эта история с Батшевой. В общем, прошла эта история, я сейчас не буду ее вспоминать. Там было, то есть такие испытания, он каждую секунду не знал, как поступить. То есть у него было так, из огня в полы, любое решение было катастрофическим. То есть он его ставил все время перед таким выбором, что он просто не знал. Или там будет Хилуэль Ашем, или с замужней женщиной, или убить кого-то, или это. То есть у него выбор был, то есть выпутаться невозможно. И он должен был в этой ситуации, он должен был принимать решение. И он принимал серию решений, в которых в итоге он пришел к тому, что к нему приходит пророк Натан. И ему говорит, есть для тебя пророчество от Бога, сообщение. Значит, и рассказывает ему историю. Вдруг он ему рассказывает историю, что был один богатый человек, у него было стадо овец. Стада, стада. Был один бедный человек, у него была одна овечка. Значит, и этот богатый пришел к бедному, забрал у него эту одну овечку, и ее еще зажарил и убил и сел. Что ему полагается, какое наказание? Царь Давид говорит, ну, по Торе ему полагается, что он за овцу должен вернуть в пять раз. Четыре раза. А? Четыре. Четыре раза за овцу должен вернуть. Но Давид говорит, ну, я как царь говорю, что ему еще положена смертная казнь. Он ему говорит, это ты, говорит. Это ты. Потому что ты совершил грех, забрал у Рейхитица жену, его ты убил руками Аманитян. И, значит, вот это сейчас ты, приговор, сделал себе. То есть, ему со стороны показали ситуацию, и он сам установил меру суда, которую в этой ситуации должны делать. И, ну, есть еще много источников, где об этом намекается, говорится напрямую, что человеку очень часто показывают те дела, которые делает он сам, но со стороны. И смотрят, как он это судит. Потому что человек в своем глазу не видит бревно, чужом замечает царинку. И человек другого начинает жестко судить. В этот момент он себе устанавливает суд на себя. И вот, значит, Давид Амелох тогда, в этот момент, он как раз и проявил свое величие. Он сразу сказал, хата, телефон, эхо. Он не стал, как обычно, людям объяснения, там, вот, я не знал, я то, я это. Он съезжать не стал. Он сказал, да, я согрешил. И начал процесс, тоже называется, отшува, исправления. Упал на землю, одел рубище, начал страдать. И, то есть, все, я согрешил, прости. В общем, это, я думаю, что это ответ, почему есть митцва уподавляться Богу в его милосердии и не уподавляться Богу в его качестве наказания. Потому что, как только начинаешь ему уподавляться в качестве наказания, тут же идет на тебя же возврат, то есть, смысла нет. Хорошо, значит, митцва повелевающая, понятно, уподавляться Богу в его доброте, в его милосердии, в его давании. Он всему миру дает еду, свет, воздух, газ по 200 долларов за кубометр. 268. 268, да. А Россия дает бесплатно. Россия дает бесплатно газ, прям из земли газом пыжет, прям страна. Ну, вот, значит, Бог, он дает всем, как минимум, дыхание, воздух, жизнь. То есть, вообще. У кому-то еще и газ. У кому-то еще и газ, да. Хорошо, теперь, значит, объясняет Рамхаль. Сейчас переходим к части, которая называется Тора, это свет. Тора свет, то есть, это одно мы выучили заповедь. Заповедь, это свеча. То есть, каждый раз, проявляя вот это качество Всевышнего, милосердие, зажигаешь, как будто бы свечу одну. А теперь свет, полностью сейчас свет. Значит, свет, это мы учили Раму Шахаму Цата. Сейчас мы дошли до главы, которая называется как действовать именами Всевышнего и колдовством. Как оказывать действие имена Всевышнего и колдовством. Практическая КБА. Ну, ты пропустил вступление, а ты не можешь уже вклиниться. Потому что мы уже все изучили. Ты пропустил первые серии. Я одну серию пропустил, а трех пока. Получается, продолжает Рамхаль, что есть вот в этом вот управлении два аспекта, два корня. Первое, что когда упоминаешь имя Всевышнего, то тот, кто... Это как позвать, и он отвечает. И сразу через это, тот, кто знает его имя, идет влияние, идет свет Всевышнего на того, который произносит это имя, упоминает. Тут как раз, понятно, есть запрещающая заповедь упоминать имя Всевышнего впустую. И тот, кто упоминает имя Всевышнего впустую, а впустую он не знает, когда можно упоминать, зачем можно упоминать. Он не находится в святости, то есть он это делает просто так. Так на него, значит, идет тот свет, который может его сжечь. То есть тут есть загорелый человек, например, он вышел на солнце, еще чуть-чуть подзагорел, а человек, который с белой кожей вышел на солнце, он сгорел. То есть в зависимости от подготовки, тот, кто произносит имя Всевышнего, оно может ему или дать дополнительный свет, или оно может его сжечь. А второе использование имен Всевышнего, это заставлять ангелов через произнесение этого имени делать то, что тот, кто упоминает это имя, хочет. То есть управление ангелами. Есть мироздание, это целая система, на каждом уровне есть ангелы, выполняющие свою привычную рутинную работу. Тут тот, кто знает имя, он приходит и говорит, я Семен Семенович, и вы, пожалуйста, сделайте еще дополнительно, выпишите пару накладных. Ну, например, то есть это как бы у ангелов есть люфт на вот эти вот действия, но заставить их может это делать только тот, кто знает имя Всевышнего. Этот люфт как раз заложен для того, чтобы были чудеса. Ну, то есть в самой системе заложена опция выхода за рамки. но продолжает он. Все равно есть, если этот люфт, он ограничен. То есть есть ограничения, и даже если человек знает эти имена, больше чем максимальный какой-то диапазон, они действовать не могут. Это все установлено. Ну, то есть он приводит сравнение с природой. То есть все равно есть, например, ну, привычно там есть у металла некая жесткость, и человек привычно эту жесткость не может сдвинуть. Но потом какой-то сверхсильный человек, он может эту монету согнуть, но все равно порвать ее он уже не сможет. То есть есть граница даже для таких чудесных и сверхъявлений, все равно они находятся в некой границе. Дальше он продолжает. Для первого случая, когда человек называет имя Всевышнего, чтобы привлечь его свет, огромное влияние оказывает, насколько сам человек близок ко Всевышнему. И тот, кто ближе там, ну, то есть уровень человека, который называет имя для того, чтобы вызвать свет, он очень сильно влияет. То есть чем более человек продвинутый, тем больше он с помощью этого имени Всевышнего может вызвать на себя света. А для второго, чтобы заставлять ангелов делать то, что надо делать, то есть там не важно, какого уровня человек, это действует чистая механика. То есть у него есть имя Ангел, он реагирует на это имя, то есть сказал имя, Ангел сделал. То есть здесь не важно, сам уровень человека, этим могут пользоваться даже те, которые, ну, не особо продвинутые. Начинающие. Да. Ну, начинающие вряд ли, потому что обычно там, те, кто уже доходят до уровня восприятия ангелов, они могут сойти с ума там и так далее. Есть история, как раз история, про Беляма. Злодей был Белям, который, который специально, специально Бог дал пророка, чтобы не могли сказать другие народы, что умаше рабейну, умаше рабейну, что евреям Бог дал Маше рабейну, поэтому евреи там получили Тору, поэтому евреи получают там всю эту систему. Был пророк, который по уровням был точно такой же, как Маше рабейну, звали его Белям. Он был в то же самое время, как Маше рабейну, но на что он использовал свое пророчество? Маше рабейну, несмотря на то, что он был пророком таким высочайшего уровня, он полностью себя вообще, ну, как бы, убирал. Не было у него эго никакого, он ничем этим не пользовался, то есть он, даже когда Бог его посылал выводить евреев из Эдипа, он отказывался, он говорил, что почему я, зачем, то есть понятно, но он полностью вообще не хотел менять этот мир, это была такая суть, да, а Белям, он этим же зарабатывал деньги, хорошие деньги, то есть у него было, он знал всю эту систему, и он продавал благословения, проклятия, то есть у него был такой доходный бизнес по продаже благословений и проклятий. При этом он дошел до высочайшего уровня разврата, то есть он спал со своей ослицей, то есть он был, когда вот эти качества не исправлены, то человек этой силой начинает пользоваться во зло себе, во зло мира, во зло окружающим, то есть он начинает это использовать во зло. и вот значит, и вот значит, второй вот этот вот корень, он силы человека не, ну не важно какой человек, он, зная это имя, может управлять ангелами, может управлять ангелами, и это происходит как вот, ну как в границах, как физический мир, когда ты, все очень четко, запрограммировано и системно, так же происходит и там. Дальше он пишет, что, конечно он пишет, что это понятно и очевидно, что не стоит простому человеку использовать шарбит, шельмелых, ну жезл царя, не стоит вообще туда лезть, использовать жезл царя, потому что, об этом сказали наши мудрецы, что тот, кто пользуется короной, он исчезнет, то есть его все равно снесет, ну то есть он умрет, другими словами. И нету никакого разрешения этим пользоваться, а только только тем, которые святые, близкие к Богу и которые к Нему прилеплены, что только они могли и могут вообще пользоваться этими святыми именами Всевышнего и только для того, чтобы делать Его желание, Его же желание. А кроме этого, вообще, говорит, вообще нельзя туда лезть, нельзя этим пользоваться, ну поэтому нельзя просто человеку изучать кабалу и так далее. Потому что чем больше людей туда лезть, тем больше закрывается вся эта тема, потому что тоже там есть предохранители какие-то, ну и наверняка, если туда лезут люди, ну непонятно. То есть весь этот же мир, он на него оказывает огромное влияние мышление людей, то, что люди думают, как они думают, что они говорят. и тут, значит, вырываются сейчас мир ангелов, представьте, ну, давайте кабалу получим, давай, значит, что там, пиво возьмем, возьмем, давай с пивом и кабалу получим, ну, например. И врываются туда такие люди, которые, тут он получил кабалу, тут он вышел, значит, и пошел ругаться, да, кабалить. И все это производит там огромный вред и огромное смятение, потом там похолодание глобальное, потом вдруг потепление, тут цунами, тут это. То есть происходят, ну, совершенно лишние движения, которые, в принципе, не нужны. А вот та кабала, которая в кассидуте, то есть уже там чуть-чуть поднимается, взор. Ну, поэтому были против этого. Ну, когда оно возникло, были очень, очень продвинутые люди были против этого. Потом они сказали, что ладно, мол, ну, то есть если это вызывает любовь к Богу, если это вызывает позитивные явления, то да. Но опять же весь вопрос в том, кто изучает и что он делает после этого, и что он делает до этого. И для каких целей. Потому что ну, я, честно говоря, не общался с было мне несколько знакомых, которые, да, изучали там Кабалу, вот Лайтмана, вот этого Берга. И они, в принципе, неплохие люди. Все, кого я знал, это люди, которые искренне тянутся к духовности, искренне тянутся к Богу. То есть я про тех людей, кого я знаю, которые изучали, я не могу сказать ни одного плохого слова, ни про одного из них. но как опция, как возможность, что туда могут переходить. вот, например, та же Мадонна. Я не знаю Мадонну лично. Но Мадонна, она, с одной стороны, она пропагандирует там разврат и раздевается на сцене. С другой стороны, она это делает в три линии. ну, то есть, зачем? Какая связь? Когда девочки вообще-то фильм нежелательно делать. Ну, нежелательно, а нельзя. То есть, ну, наверняка, в мире среди тысячи, десятков тысяч, те, которые этим занимаются, могут оказаться люди, которые сильно вредят. И он пишет, что не надо этого делать и дальше он продолжает, что может быть наказание, может быть сильное наказание. И в любом случае, он говорит, что все равно установлены границы и что Бог, на самом деле, он говорит, все за всем наблюдает. вот, и он продолжает, это была книга, он писал эту где-то около 500 лет назад, ну, 400. Он пишет, что, ну, в любом случае, говорит, не переживайте, высшая мудрость, она остановит все, что надо, когда надо будет. То есть, возможно, что когда сейчас вот это все полезло туда, то каким-то образом это перевели в декоративную зону, там, знаете, все кнопочки не работают теперь. То есть, там, куда могут зайти, ну, там, люди, которые любят нажимать на кнопочки, так, кнопочки не работают. То есть, Бог же тоже может остановить все, то есть, это же его система. Так же можно не переживать. Да. Теперь дальше про колдовство. Мы теперь перешли к теме колдовства. Значит, как мы уже знаем, что высшая мудрость, она установила в этом мире, что есть добро и есть зло. Что есть добро и зло, это изначально было так задумано. И было так задумано, чтобы зло находилось на всех ступенях мироздания, кроме самого Бога. Бог, он не соединяет себя со злом, то есть, он создал вот Бог и он создал ну, как бы корень зла на начальном уровне творения. Из этого корня происходит зло, то есть, это отдельная такая вот, так и называется, другая сторона ситра-ахра и она производит там у них своя история. То есть, и на каждом уровне он производит. Есть сатан, есть злое начало в человеке, то есть, идет вся эта система как игра такая. Но Бог, он в любой момент может этот корень зла выключить, но он специально его установил для того, чтобы, для чего он это сделал? Да, в этия, в удали Адам и чтобы была работа для человека, чтобы он избегал зла, и чтобы он властвовал над ним и на всех путях и на всех ступенях пока он, человек, не уберет полностью этот корень зла из творения. То есть, это вот как раз задача человека как игра такая. То есть, создана огромная, огромная компьютерная игра, реальность. Как сейчас есть там игры, в которых ну там десяти тысяч играющих, где есть там всякие уровни и так далее. Да, и задача человеку, человечеству убрать зло, уничтожить зло, поймать и уничтожить. На всех уровнях, да, в себе, снаружи, там, там. И он говорит, что Бог благословен, что он сам, он отделен от зла, как я уже говорил в первой части, в первой главе. и только в сотворенном им возможны недостатки и зло. И на каждой ступени было создано добро и зло, то есть, чтобы было равновесие. Это такая реальность. И придет человек и своей работой, и он уберет из брии полностью весь из творения, он уберет все это зло. И установит он добро на веки вечной. То есть, на вечно, вот этот вот грядущий мир Алла-Маба, это будет без энтропии, без зла, без смерти. То есть, как бы, нужно вот уничтожить все, что является злом, все это нужно уничтожить. И в грядущем мире этого зла не будет. И поэтому напротив каждого хорошего аспекта есть именно равноценный ему злой из мира зла. И это то, о чем говорится в книге Коэлит, Экклезиаст, это напротив этого сделал Бог. И есть только одно преимущество, он продолжает добра над злом. что у добра корень находится в совершенстве Всевышнего и через добро это как раз и присоединяется к Всевышнему. То есть, добро это есть то, что соединяет митцво, заповеди и так далее, то, что соединяется со Всевышним. То есть, корень находится во Всевышнем. А зло это вещь сотворенная. И все зло идет к этому корню зла, который в конце концов все равно будет уничтожен. По-любому в предыдущем мире этого корня зла не будет. И есть у него только в это время сила и сила в этом мире. И поэтому он говорит как есть способ выйти из-за предела материального мира и достигнуть света и мудрости сверхъестественной и достигнуть Руаха Кодыш то есть Божественного Духа присоединяется к Богу. Это вот то, что мы изучали через выход за рамки реальности через имена Всевышнего и так далее. Точно так же и возможность выходить из мира материального то точно так же нужно было создать ему уравновешивающий элемент со стороны зла. И это значит, что есть возможность у человека присоединиться к этому глубинному темноте уродству и духу нечистоты и через него тоже совершать сверхъестественные явления выходить за рамки природы. И это тоже называется колдовство вызывания мертвых и Тора запретила приближаться ко всем этим аспектом и в общем запретила и отделила нас от всех этих моментов написано даже что колдунью надо убить прямо это записано в Торе колдунью надо убить но это касается еврейского колдунья то есть если она из народа Израиля ее надо убить если она колдунья а про колдунов из народов мира не говорится что их надо убивать если мужчина не знаю надо посмотреть это в запрещающих заповедях можно даже найти вот эту запрещающую если он написал в актуальных в наше время это наше время с помощью имен всевышнего это позитивное это когда ты действовал через имена всевышнего тогда это духовность святость Когда ты действуешь через силы колдовства, там у них другая история абсолютно. Там у них есть демоны, там у них есть целый мир Шидим. То есть у них есть другие абсолютно способы выходить за границы реальности. Не через ангелов. И есть у них какая-то своя технология вызывания мертвых, я не знаю, что они делают. Поедание кошек, у них там много очень через разврат идет всяких вещей таких. Есть интересная история, как это была Раби... Сейчас. Так, сейчас. Это Пертьевод, Лопарк, Мудрецон и Жерушвай. Не помню, не помню сейчас. Вышло его имя, не всплывает. Значит, он был глава Равинского суда. Ему сказали, что в Аштелоне собираются, это было там 2000 лет назад, собираются съезд колдуний. Есть заповедь колдунов, колдуни надо убивать. И он собрал ребят, ну, святых таких, видно, из Ешивы взял тогда из Ешивы ребят. И они пошли туда, где был съезд колдуний этих, в Аштелоне. Приехали туда, а эти собирались они в пещере. У них было в пещере съезд. И они делали там колдовство свои, показывали разные вещи. А он сказал этим ребятам, которые с ним были, чтобы они взяли с собой глиняные горшки. И туда положили талиты. Талиты, сухие талиты. А было очень, был сухой, мы изучали это, помните? Да, да, интересно. В Пертивод мы изучали. И был очень дождливый, тогда была зима или осень, было очень много дождей. И он приказал им, чтобы они спрятались возле пещеры, а сам зашел в пещеру. Но эти колдуни говорят, а ты кто же, что-то мы тебя не знаем, где твой депутатский билет. Бейджик, да. Он говорит, я самый там серьезный колдун из колдунов. Они говорят, ну, а что ты умеешь в колдовство? Вот мы умеем там, опа, одна там, ну, столы накрытые там. Другая, оп, вино. Он говорит, а я сейчас, говорит, скажу слово, и появится 70 парней. Хотите парней? Мне говорят, ну, хотим парней. И он говорит, мало этого, видите, на улице ливень, они сухоньки зайдут. Они говорят, ну, а он с ними договорится, что если он свистнет раз, они разбивают эти кувшины. Свистнет два, они одевают сухие талиты. И на свистнет три, заходят в эту пещеру. Значит, он свистнет раз, значит, они достают талиты. Два, они одеваются. Три, они заходят в сухие 70 человек в пещеру. Ну, колдуни говорят, ну, такого мы вообще колдовства не видели. Конечно, это, ну, видим, что ты умеешь. Он им говорит, распределяйтесь по колдуням. Они распределились по колдуням. Каждый стал рядом. И он говорит, а теперь их хватайте. И написано, что они их подняли, схватили и подняли. А когда их отрываешь от земли, они не могут колдовать. Они не имеют силы. То есть, очевидно, это же все там написано, что все работает в очень четких границах. И они их подняли от земли. Они не могли ничего колдовать. Они их там... В общем, они их всех убили. А потом убили. Почему же, стойте? Заповедь истории. Это заповедь убить. В общем, они их убили. Потом, правда, у этого, который это сделал, что интересно, у него обвинили сына в преступлении, лжесвидетели и так далее. Там была целая история. То есть, даже когда ты со стороны добра делаешь жесткие какие-то действия, то ты в любом случае входишь в ситуацию войны. Потому что зло, оно имеет силу, добро имеет силу. Если ты отодвигаешься от зла и делаешь добро, увеличиваешь добро в мире, то это один путь. Есть очень такая пророк. Вот я учился в Равзильбере, это был его путь. Он базируется на... Есть в пророке, я не помню сейчас кто это. Такая, как написано, что тот, кто вытаскивает драгоценное из мусора, из грязи, как он скажет, так оно будет. Амутсиекармизалельки пи-тихе. То есть, Равзильбер и такие вот многие праведники, они старались именно преступников повернуть на путь добра. Не уничтожить, не воевать с ними, а сделать из них святых людей. Чтобы они сделали выбор в сторону добра. Именно кто берет из самого низа, самого жесткого зла и переводит его в добро. Это и есть самое там великое дело, которое только можно представить. И так делали там в море, в Абвенции есть, что Рабиуда Анаси, он ходил прямо искал, ну вот, вот этих людей и очень много сил вкладывал в то, чтобы их вернуть в сторону добра. Так вот, ну здесь написано, что есть эта сторона зла. Они действуют через демонов и тоже они действуют в границах, которые им были установлены. И именно в том размере, в котором дана им возможность действовать, установил Бог, что отодвинутся перед ними границы природы. И дал им возможность тоже отодвигать вот эти вот природные границы. И даже ангелы перед ними тоже отодвигаются. То есть, они имеют силу влиять на ангелов. И вот эти вот колдуны, магия там и так далее. И об этом сказали наши мудрецы в благословенной память, что колдовство... Что они отодвигают небесное устройство. Ну, то есть, Бог установил все, как оно работает. Но у них есть сила зайти туда и отодвинуть все вот эти вот... Но, опять же, он продолжает... Но это будет только в границах, которые им даны. И не больше. То есть, нет у них силы прямо реально поменять мироздание. То есть, у них есть сила влиять на мироздание до определенной границы. Не, понятно, что персонально. Но вот он заходит там, он может тут, например, свет выключить. Но сделать так, чтобы вместо света пошел водопад, он уже не может. То есть, у него есть ему там определенный доступ к системе. Но он не безграничный и бесконечный. То есть, у этих колдунов. Он подразумевает немножко другое. О том, что каждый из них просто действует в рамках, которые ему очерчены. Ну, наверное. Ахло и езэ элек и шаурау. То есть, это будет только в определенном шауре. То есть, получается. То есть, получается, то есть, только, ну, скажем так, свет подух для меня. А для всех остальных остался. И также он продолжает. И также их действие может быть отодвинуто силой, которая сильнее, чем они. И может быть отодвинуто их влияние по постановлению Бога. Потому что, интересно, нужно сказать такую фразу, что нет никого, кроме Бога. Ключевая фраза «Эн от Мельвадо». Нет никого, кроме Бога. И эта фраза, она очень сильно все это останавливается. Вафилук Шафим, то есть, и Колдасона тоже это двигает. То есть, есть, но упоминают, что этой фразы достаточно для тех, у которого есть какая-то заслуга уже. Что ему с небес обязательно помогут, его освободят от тех, которые хотят сделать ему зло. Это пример, который говорят про Раби Ханину. Что у него было много заслуг, и он был полностью свободен от зла. Здесь есть интересное, у меня я рассказывал уже этот случай, но реально, со мной когда-то это было, как я разговаривал с одним человеком, который был такой, как маг. И он вот на меня оказывал влияние, я сидел, не мог двигаться. И я прямо про себя помолился Богу. Ну, я не сказал «Эн от Мельвадо», что нет никого, кроме него. Но смысл был такой же, я говорю, что я как бы у тебя на службе, я в тебя верю. Все, так, помоги. То есть, я реально обратился к Богу, и меня отпустило. То есть, я смог встать и выйти. Но реально было, то есть, он оказывал на меня вот такое сверхъестественное влияние, и я не мог сдвинуться просто вот так вот, ну, как парализовал, не мог сдвинуться с места. И он, этот человек, он имел силу влияния, потому что до этого он, ну, там, пока еще не был религиозным. Я с ним когда-то, ну, я у него учился еще когда-то в Харькове, он был тренер по карате очень сильный. И потом я приехал в Америку, я у него, ну, обучался, тренировался. Я тогда еще не был вообще религиозным, интересно, как жизнь поворачивается. И я у него начал тренироваться, опять вернулся в спорт. И очень за короткое время я подготовился, вообще поднялся на сверхуровень по спорту. И он, ну, первое, с чего мы начали, он мне рассказал там про, он, ну, у него был, он видел, не видел, в общем, у него была модель мироздания, он утверждал, что есть много миров, то есть все очень похоже так рассказывал, как здесь написано. И есть из разных миров, сюда проходят разные сущности, там, ну, в общем, он бывший физик, и он очень таким математик. Ну, умнейший человек, таких вот людей есть, ну, очень ярко одаренные. И он говорит, вот в тебе живет какая-то сущность, там, и так далее, из-за этого твои, очень много твоих проблем, сложностей, потому что она через тебя питается энергией, там, и ты входишь в конфликтные ситуации, и из-за этого идет, ну, взрыв эмоций, и через эти эмоции негативные идет, как бы, ну, энергия, выкачка энергии. Так он мне объяснял. И говорит, сейчас я ее из тебя уберу, и все. И, в общем, он реально, вот так вот, я тогда так лег на диван, лег, и он там что-то, а он вот так вот мне, був-був-був, то есть все все равно в мыслях происходит. И он такой, був-був-був-був, и тут меня-то начало вот так вот выворать, вот так вот прямо дугой выгнуло, и все. Ну, после этого меня отпустило, я встал, полностью я не мог курить, до этого я курил много лет сигареты, перестал курить, вот, реально, ну, не мог курить. Я пил алкоголь, перестал пить алкоголь, то есть у меня произошло, вот, реально, как бы, изменение в мировосприятии, буквально за 5 минут. Я начал тренироваться, начал тренироваться, это самое, а потом я буквально за где-то месяца 4 подготовился очень сильно, опять вышел на, ну, те же результаты, которые у меня были до этого. У меня должны были быть соревнования, после которых, если бы я показал этот результат, меня бы приняли в Американский университет, ну, то есть уже все договорился. И тут у меня до соревнований, значит, травма. И я ему говорю, что же, говорю, не работает твоя эта вся штука. И я так, ну, как-то с ним, ну, в общем, я от него после этого отошел. А потом я уже его встретил, когда я стал религиозным, мне стало интересно, как он приехал к нему, это прошло после этого случая больше 10 лет. Он опять не, а он все сидит в одной квартире, никуда не выходит. Квинс. И вот он сидит в этой квартире, на краю парка старинного такого, и в этой квартире он строит себе, ну, то есть его идея заключается в том, что этот мир исчезнет, и при жизни можно себе построить тело, ну, другую реальность, которую ты перейдешь еще при жизни. И он ее строит себе, там, строит что-то, строит, и, значит, вот так интересно. То есть в следующий раз уже можно не достать? Ну, можно не достать. Причем, он из родов коинов, он не религиозный. Я говорю, что он вроде какой-то родов был религиозным. Никогда не был религиозным. Из коинов, да. Он на своей волне, то есть он, как бы, он всю жизнь искал доступ к силе. Это его был поиск, доступ к силе. Он джедай. Джедай. Он искал, то есть он был очень, ну, реально, есть люди, которые, незаварядный человек, который искал доступ к силе, но он его, он не хотел идти путем. Вот есть официальный прямой путь, который говорит, что доступом к силе является смирение и принятие божественных заповедей и так далее. И это доступ, высший доступ к силе. А он хотел доступ, в котором было его я. То есть это разница между путем иудаизмом религиозным путем, когда ты убираешь свое эго и полностью входишь в резонанс, в некую систему, которая регламентирует твою жизнь по божественным законам. А есть люди, которые говорят, нет, я это я, я хочу быть собой, я сделаю свою систему. Мало этого, я сделаю свою систему, я еще буду управлять всей системой, еще на других буду приехать. Это не религиозный путь, это тот путь, который вот он выбрал. То есть в чем проблема у людей принять религию? Потому что как это, есть Бог, а есть я. А Бог хочет не то, что хочу я, ну извините, мне такой Бог не нужен, я сам себе Бог. Это то, что мешает человеку принять религиозный путь. Хорошо. Значит все, мы и Света туда чуть-чуть добавили из... Так есть же, это есть, то есть это реально есть. Есть колдовство, есть силы зла. Причем интересно, в Тиццу Джука на Рухе есть глава, проедала поклонство. И в этой главе написано, что если под страхом, ну если человека заколдовали, на него оказали порчу, то для спасения жизни он может пойти к колдуну, чтобы снять это. К нееврейскому колдуну можно пойти. Это Тиццу Джука на Рухе, глава проедала поклонство. Что, ну то есть если причиной, которая приводит человека к смерти, и он уже, он об этом знает, является, ну какое-то колдовство, то чтобы снять это колдовство, можно обратиться к другому колдуну, который посильнее, и это снять. Это как бы то, что написано в еврейском законе. Буду сделал, буду сделал. И убивать, по-моему, она не обязательно. Я... Почему ты сказал? Еврейского колдуна надо убивать. Не, не, подожди. Так колдунью было. Что можно колдун? Уже колдуна, да? Можно сказать, что типа есть только Бог, и все сойдет, а тут оказывается... Написано, что тот, у кого заслуг хватает. То есть у него, ну было же добавление, нет никого кроме Бога написано, что если тот, у кого заслуг хватает, он в этот момент... Звездочка. С мозга создает. Да, да. А у него, очевидно, не хватало заслуг. И... Как человек может это понять? Вокруг... Ну, он говорит, и не будет. Если ты подходишь к колдунью, а вместо голоса кудак, значит, ты же не готов. Речь шла только, нет, речь шла только о спасении жизни. А если тебе надо быть? Надо пойти, только о спасении жизни идет речь. А, то есть если просто как снять, так и порой? Ни в коем случае, нет, а я... Толдузейш очень любят говорить, когда к ним человек приходит, они говорят, все, тебе дело у нас есть. Кстати, интересно. И главный метод, чтобы деньги были. В иудаизме есть снятие с глаза официально, то есть... Сколько? Официальный платеж. Не-не-не, в Ме-Шарим я снимал многократно. Льют свинец, то есть совершенно семья хасиды такие, у них эта традиция. Прямо вот Ме-Шарим в этом самом свинец льют. Но они говорят, заслуга Абрама, скарка Якова и так далее, льют свинец. И этот свинец превращается в такие вот круглые штуки. У кого-то приглашается, у кого-то нет. Но много раз, то есть у них прямо идет такой нормальный поток. В Ме-Шариме есть специально, ну, как я тебе объясню, ты же не знаешь. Это Тихар-Шаббат, 100 метров от Тихар-Шаббат, да. И такие хасиды, хасиды, это самое... В Иерусалиме, да? Льют свинец, это там 3-4 раза льют этот свинец, пока уже там... И каждый раз говорят молитву заслуга Абрама, скарка Якова и так далее. Ну, там у них какой-то есть. Прямо висит в Шелхануру, Халис, где об этом говорится, что это можно. Ну, то есть есть какая-то сновская. А ничего в этом нету такого, а чистая механика. То есть льют, есть глаза, они говорят, говорят, говорят молитву, потом оба, оно сходит. То, что есть сглаз, это написано в Торе, однозначно. Ну, не в Торе, в Пертьевод говорится, что... Слушай, что такое сглаз? Это когда кто-то тебе желает зла. И он имеет силу. Да, он имеет силу, то есть он имеет силу. И оно цепляется на человека. То есть каждая, если молитва, она производит позитивное влияние, то это производит негативное. Теперь есть люди, они, эти люди, которые снимают с глаз, они имеют силу. Они знают какую-то формулировку. Плюс, как работает свинец, я не знаю, почему именно расплавленный свинец, и почему именно в воде он превращается в глаза, а после трех-четырех раз этих глаз уже нет. Но я это лично на себе видел там неоднократно. И если есть какое-то непонятное состояние, ну, такое вот непрёт, негативное и так далее, то я, когда жил в Иерусалиме, то есть я туда заходил, дети, и приезжали туда, ну, есть люди, которые там депутаты и так далее, то есть, ну, реально, а у них сколько сглаза, вы не представляете, то есть они прямо гроздят такие, да. Я знаю, самый сильный сглаз, это когда умирает человек, вот это вот так, сглаживает кому-то, измерить, это хуже всего работает. Да. Он льется, то есть есть, когда он льется туда, в холодную воду, и он, значит, застывает там в этой воде. И есть там такие шары, вот прям выходит, как глаз такой, как пузыри, пузыри такие круглые. И эти пузыри, они, как это, вот он говорит, бывает вот начинаешь там, причём у кого-то есть, у кого-то нету. Это не так, что бывает, опа, нету, значит, человека нету сглаза. А, то есть можно понять, был или нет. Да, да, бывает он льёт и глаз, и бывает, что они такие, ну, там, раз-два я снял, а бывает он льёт там раз под десять, и оно держит, 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 и держит. Потом бах, значит, опа, и нету. То есть ничего не меняется, он просто читает молитву, и как будто... И каждый раз он льёт, физически ничего не меняется, он льёт, то есть человек сидит он под этим самым, он говорит, называет его имя и моего мамы, льёт, и говорит, ну, ряд формулировок из сторы, да, тексты такие, ну, которые связаны именно со сглазом. И это самое, снимает, 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 потом, ну, и в итоге задача, чтобы льёшь, а и нету этих шаров. То есть, если нету, значит, значит, глаз снял. Наливает он ёмкость какую-то, да? Такая кружка с водой, да. Ну, всё очень такое, ну, как вот, как в Меа-Шарим. Всё, да, то есть они, эта семья, они 150 лет назад пешком с Украины пришли в Израиль. Они как пришли, так и живут. Серьёзно, с Украины? Да, пешком, через... ну, шли. То есть такие они, ну, кто был в Меа-Шарим, он знает этот, этот, ну, типаж, этот, и Меа-Шарим. Хорошо. Мишли, Мишли, сейчас изучаем Мишли. Третья глава, продолжаем. Вот мы третью главу. Так. До куда мы дошли? А мы дошли до очень интересного, что, значит, мы изучили, что сын мой, идёт обращение через шлома Мелыха от Торы, значит, если Тору мою, Тору не забывай, пусть она всё время управляет твоим мышлением, и заповеди пускай производят твоё сердце. И вот эти вот образы, которые производит сердце, если ты всё время учишь Тору, то у тебя и мысли будут про Тору. То есть, значит, это мы уже в тот раз замечили. Потому что Тора, она удлинит твои дни и годы жизни тебе даст, и шалом, то есть шламут, шалом добавят тебе милосердия и истина не оставят тебя, потому что Тора, она говорит о двух вещах, о милосердии и о истине, то есть истина. Ну, в любой ситуации нужно рационально понять, как она работает. И, значит, не остави тебя милосердия и истина, завяжи на своё горло, то есть произноси слова Торы, чтобы твоё тело и твоё мышление к ним прикреплялись. Одно дело, когда ты слушаешь или читаешь, другое дело, когда проговариваешь. И говорится о том, что нужно всё время, когда ты учишь Тору, её вслух надо, и молиться надо вслух, и учит Тору надо вслух. Значит, и запиши на скрижалях своего сердца, то есть повторяй много, чтобы они печатались в подсознание, и когда ты повторяешь много раз одно и то же, то оно впечатывается в подсознание. И вот был Робис Роль Салантер, который тоже так, когда возник институт, тогда же возникло движение Муса. То есть он говорил, что нужно вот эти вот Псутим, которые ты хотел бы, чтобы они стали частью твоего мышления, повторять по многу раз и горячими устами в эмоциональном мощном состоянии, как аутотренинг. И они вот его учиньте, они так после молитвы садились, столи там так закрывались, и сидели, и напевали вот те Псутимы, которые хотели бы, чтобы именно они были частью их мышления. И вот, значит, и тогда, если когда уже Тора станет частью твоего мышления, тогда ты найдешь приятность, и будет у тебя, и твой разум будет очень хорошим в глазах Бога и в глазах людей. Дальше он говорит, так бы, ашем бы, коли беха, положись на Бога всем своим сердцем, и на свою сообразительность не полагайся, потому что в ситуации, когда сообразительность и заповеди, они идут в разрез, то твоя сообразительность, она не вытащит, нету ни сила, а заповеди Бога они вытащат, когда ты на Бога полагаешься. На всех своих путях познавай Его, познавай Бога, да, то есть он должен быть основой мышления, которая, которая, ну, она, вот, что значит, вот человеку надо решить что-то, да, вот он сидит и решает, ехать, не ехать, идти туда на работу, не идти туда на работу, этот проект или этот проект, ну, то есть постоянно человек находится перед выбором. И у него включена внутри система автоматическое принятие решений, в которой главной движущей силой является, не главное, там много разных факторов влияющих, от физиологии его, да, которая, если он сейчас устал, так ему далеко ехать не захочется, это не потому что рационально лучше ехать близко, а просто далеко он устал и, то есть от факторов чисто механических, физических, до факторов, там, я не знаю, инстинктивные, ну, где-то там, например, ему надо купить холодильник, но там продавчица красивая, а там некрасивая, а у него инстинкт скажет, куда поехать, туда, где красиво, а дальше он себе объяснит, что, наверное, тут холодильник лучше, у меня интуиция. Ну, то есть влияют факторы, миллион разных факторов, от случайных абсолютно до, до, значит, специально организованных, чтобы повлияли, потому что на принятие решения, манипуляция, то есть те люди, которые там продают, еще что-то делают, они, зная способы мышления людей, они изучают, как манипулировать, и вот человек принимает решение, но на него влияют тысячи его случайных факторов, тысячи манипуляционных факторов, что делать в этой ситуации. Так вот, Шлом Амелых, мудрейший из людей, он говорил, на всех своих путях познавай его, подумай про Бога. С чем Бог хочет? Вот это про Равзильбера в конце жизни говорили, вот когда Испэд был, это когда он умер, вот говорили главное, это сын его сказал, да, Равзинсон, который здесь был, что говорит для папы, главный вопрос был всегда один, что Бог от меня хочет? Вот что он, то есть все свои выборы, ежеминутные, ежесекундные, его главным критерием было вспомнить о Боге и подумать, что Бог хочет. Откуда мы знаем, что Бог хочет? Тора, Тора это то, что Бог выразил, то, что он хочет. Значит, и он говорит, что на всех путях познавай Бога, и он выровняет все твои дорожки и тропиночки, то есть когда ты идешь по, даже по крупным решениям ты идешь в сторону Бога, то мелкие уже решения, они вытекают из крупных. Вот такая вот интересная идея, которая, я думаю, что каждому сейчас дала в его выборе такую дополнительную сумятицу, потому что как, а что Тора скажет? Я уже почти решил, что за холодильник покупает, да, образно. Дальше Шлома Мэлок продолжает. Не будь хакамом баянеха, но не выдумывай. То есть хахма – это знание Торы. Так, ну, многие скажут, да, я уже все Тора знаю. Ну, то есть я согласен, все прекрасно, в предыдущем по сути все было прекрасно. Значит, на всех своих путях познавай Бога. Что Бог хочет, я знаю. И, значит, поэтому я сейчас, ну, точно буду идти по путям Бога. Значит, Он хочет, чтобы я с этой девушкой, там, например, познакомился. А откуда ты знаешь, что Бог хочет? Ну, как, слушай, ну, я знаю. Еще можно, он там пасу какой-нибудь приведет, там все. Шлома Мэлок в этой ситуации, он говорит, альти ехахам баянеха, не будь хакамом в своих глазах. А бойся Бога, он говорит, и отдались от зла. То есть здесь самым простым таким действием является спросить у Равина. То есть человек, у которого нет твоего яйца-рара, твоего злого начала, который изучает Тору, приходишь и спрашиваешь. И девушка уйдет, пока сбегаешь на Равину. Так, именно уйдет, он тебе скажет, что обмануть тебя хочет эта девушка. А позвонить можно на Равину? Можно. И вам можно отправить? Можно. Кто еще не отправляет на Бумайский, по-моему, уже никто. Кстати, можно сделать, интересно, у меня была давно такая идея, на Толдотру, на сайте, есть ответы Равина, ну, то есть там очень много Равина. Но можно было бы сейчас же позволять вот эти вот, ну, чаты и все, то есть сделать там 2-4 часа на 7 дней в неделю, ну, кроме шабатов, да, получается. Чтобы постоянно кто-то дежурил. Такой дежурный пункт. Чтобы можно было, сел в чате, написал вопрос по Алахе. Там, как поступить? И он, Равина, он отвечает, так, так и так. То есть, и, ну, в чате конкретно было бы, там, Шелкануров говорит так, это было бы великое дело. То есть, ну, понятно, что кроме шабата. А? Ну, на нерусскоязычных может есть, на русскоязычных не может быть, конечно. Да. Игрот-ходыш это Рэбе любая чте. У Хасидова это было всегда принято. Они задавали все вопросы Рэбе. Поэтому это, ну, настолько было удобно и хорошо. То есть, ты приходишь к Рэбе. Рэбе тебе говорит, сделай так, сделай так. Ну, то есть, Рэбе, он берет ответственность. А Рэбе, он на контакте с Богом. Плюс этот контакт увеличивается тем, когда много людей верят, что на контакте с Богом этот контакт, безусловно, увеличивается. И у них, у Рэбе была такая, ну, там, предание свое, ну, и так далее. То есть, это люди реально святые люди. Так, один из Рэбе, любая чте Рэбе, он, как все другие Рэбе, он отвечал много на вопросы. И он писал письма. Людям писали письма, он отвечал им на вопросы. На конкретные, жизненные вопросы. Вот того там, ну, я тоже читал некоторые из этих писем. Я сделал очень классно. А ну, как-то работает? Да, я вот сейчас объясню, как работает. Работает очень просто. Значит, вот он писал, мне даже, ну, писал конкретно. Человек пишет, сына отправить в какую школу? В эту или эту? С братом поссорился, там, и он не хочет ехать на свадьбу, родители переживают. Как поступить? То есть, жизненные ситуации. И Рэбе отвечал на эти жизненные ситуации по знанию Тора. Он был огромный, Талмит Хархам, невероятный, всю жизнь посвятивший Торе распространению Торы. И у него тоже был Ируах и Кодыш, он был, ну, великий царь. И он отвечал эти письма по Торе. Он как раз, ну, то есть, у него было единственным его, ну, главным фактором это было отвечать по Торе. И он отвечал людям 100% то, что им надо сделать. Теперь у человека сейчас есть вопрос какой-то. Он задает вопрос, открывает письмо и получает ответ Рэбе по Торе. Часто получается, что этот ответ подходит. То есть, он реально может подходить. И каждый ответ, который давал Рэбе, это Тора. То есть, это взгляд Торы. И это в любом случае лучше, чем любой другой совет в мире. Ну, то есть, но это работает чистая механика. Отношение может не сохранить с братом это. Это нет, это чистая механика. То есть, Рэбе был выразитель Торы. Он очень много создал ответов на практически все случаи жизни. Ну, годы ему писали о людях, игрея, которые находились в очень разных ситуациях. И поэтому накопилось огромное количество актуальных современных ответов. Но есть, например, такой же сборник Игрот Моше. Письма Моше Рамоши Фэнштейн, который был, говорят, что в Америке, кстати, интересная история, Рамоши Фэнштейн из Белоруссии. Был человек, сидел у Чилтору в 1936 году, поехал в Москву, пришел куда-то в партийную приемную. Говорит, я хочу уехать. Ему дали разрешение, он в 1936 году уехал. Без всяких там этих, хотя в то время не выпускали. Он уехал в Америку и был там вот до, ну, он умер, наверное, в 80-х годах. Был самый главный аллогический авторитет. То есть, он знал весь Шелхан-Норок, знал наизусть. И был совершенно великого. Говорили, что в Америке, чтобы быть раввином в каком-то месте, нужно знать, ортодоксальным раввином в каком-то месте, нужно знать тысячу шуток и номер телефона Рамоши Фэнштейн. У него было 4 телефона, и он 24 часа в сутки, он отвечал на вопросы. Он был, ну, невероятно аллогический такой авторитет. Ну, то есть, он знал все. Есть его огромная тоже серия его ответов на самые актуальные и сложные вопросы. Ну, великого, вот сейчас в этот шаббат рассказывал Роши Шива здесь. Он рассказывает на каждую недельную главу. Какой-то такой, ну, интересный урок дает о, ну, Субтитры сделал DimaTorzok